В жизни женщины всех народов было два главных возраста – до замужества и после. Девичий костюм всячески подчеркивал красоту и фигуру, открывал лицо, демонстрировал здоровье. На Руси был такой важный закон, что здоровье девушки всегда определялось по косе. То есть, если волосы блестящие, густая коса, то понятно, что она здоровая и даст здоровых детей, здоровое потомство. Коса – это сила женская. Сберечь женскую силу для главной функции женщины деторождения была задача свадебного костюма, который старались сделать самым красивым и неуязвимым для дурного сглаза. Платками и покрывалами закрывали невесту от завистливых глаз. Любой платок, который повязывала девушка непосредственно на бракосочетание, должен был иметь определенные узоры, которые носили в себе определенные обозначения. Большая часть головных уборов женских покрыта именно сакральными символами. Там просто такая шифровка идет, как бы некое пожелание женщине, то, что хотят, вот ей желают и хотят, чтобы у нее в жизни было. Свадебный головной убор был вершиной всего образа девушки. На Руси венцы и короны богато украшали жемчугом, которого в русских реках было предостаточно. Во многих культурах жемчуг был символом чистоты и невинности, а также олицетворял будущее многочисленное потомство, которого так желали близкие молодой новобрачный. Жемчужный венец мог сохраниться в единственном экземпляре на всю округу и предоставляться девушкам окрестных сел на прокат во время свадебного торжества. В таком уборе невеста отправлялась из дома родителей в сопровождении свадебного поезда в церковь на венчание. В нем же приезжала после венчания в дом молодого мужа на застолье и снимала его лишь в момент смены головного убора и прически. Также были, например, головные уборы, когда девичья повязка и поверх нее просто одевался еще один головной убор и тоже шли под венец уже и понимали, что это конкретно венчальный головной убор и его не носили больше ни в каких случаях жизни. После свадьбы венец убирали в сундук и передавали по наследству, а волосы молодую прятали под другой головной убор, говорящий о новом статусе. Теперь красота замужней женщины принадлежала супругу. Когда девушка становилась чуть старше, у большинства горянок, в том числе и лизгинов, надевали такое приспособление, которое называлось чухта. Под ней вовсе волос не было видно и тем самым она символизировала собой некой элемент женственности и тем самым подчеркнула свой возраст. И, соответственно, и платок менялся от такого как бы ажурного платка. Появлялся такой платочек, он очень длинный, посмотрите, он мог доходить до длиной двух-трех метров и с такой бахромой. И тем самым уже женщина взрослого поколения, которой имеется семья, дети и уже не то, что на выдании, она уже в семье, за мужем, она как раз покрывала голову непосредственно такими платками, что символизировало собой, что она уже замужем. Женскую красоту должен видеть после свадьбы только муж. И, естественно, для того, чтобы никто другой не увидел всю красоту женщины, нужно было, конечно, покрывать голову, полностью покрывать свое тело. И свое тело можно было показывать только самым близким мужчинам – отцу, брату и мужу. В свадебных обрядах всех народов ярко прослеживается мотив расставания с родным домом. Не случайно образ невесты печально красивый. Все обряды демонстрируют символическое умирание в старом статусе девицы и возрождение в новом – жены. Особенно это ярко прослеживается в русских традициях. Хоронят ее юность, ее молодость, хоронят вообще этот образ этой девушки. И там будет этап, когда она идет в баню, и после бани она выходит, то есть уже как бы смыла с себя все, потом дальше идет к венцу, и все, там она уже возрождается новым человеком. Свадьба всегда была многодневным событием, с пышными гуляниями, обильными застольями, богатым убранством, где невеста должна была быть самой красивой. Ведь на ней огромная ответственность за связь поколений и продолжение всего рода человеческого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok